Здравствуйте, с вами мой влог Ничего Святого с Сергеем Паярковым. Я тут художник, который может видеть каждого. Вы все слышали, что два депутата-ослуг народа взяли и просто на улице шли и избили просто своего избирателя. Вот просто человека на улице, который на них не нападал. Есть видео, но они его жестоко избили. И теперь, наверное, будут судить за нападение на них. А чего мы можем требовать от этих депутат народа? Ну, они абсолютно естественным образом считают, что относиться к тупорылому быдлу, которая проголовосовала за них в 2019 году, нужно соответственно. Они же прекрасно понимают себе цену. Они же знают, кто они. И они совершенно правильно понимают, что тех, кто отдал свои голоса за этот мусор, за этих клоунов, нужно чмырить. А как их иначе вылечить? Знаете, есть такое понятие, как диалектика. Есть уроки истории, которые учат, что они ничему не учат. Когда дурак-избиратель думает, что ему на шару с неба упадет счастье, и он надеется, что кто-то за него что-то сделает, его обязательно надо отыметь. И я благодарен, собственно, Зеленскому и слугам народа, что они имеют лохов. Они лохов имеют за лохов. А за кого еще иметь лохов? Ну, подождите, ну как относиться к тупорылому лошью, которые ожидали от того, что Зеленский и его команда будут уважать украинского избирателя? Будут трепетно относиться к институции, к букве закона? Если кто-то ожидал от них этого, он чистый лох по жизни. Смотрите, меня Зеленский и моих друзей совершенно не разочаровал. Мы прекрасно понимали, что очаровываться Януковичем или Зеленским – это удел клинических идиотов. Но клинических идиотов? Вы знаете, не надо обвинять меня в том, что я вот ругаю, что-то там каких-то людей обижаю, оскорбляю. Есть прекрасный писатель, классик мировой литературы Эдгар Аллен По. Он сказал, что мнение большинства всегда ошибочно, потому что большинство людей – идиоты. Если бы Эдгар Аллен По был жив, то выбор украинцев на своих выборах, демократических выборах, их никто не заставлял, не насиловал, никто не фальсифицировал. Так вот, их выбор в 19-м году – это памятник, отлитый в бронзе Эдгару Аллену По. Потому что когда Макаревича обвиняют, он говорит, что большинство людей – идиоты. Говорит, что вы такое говорите, Андрей? Вы обижаете людей. Как человека можно обидеть правдой? Ну, серьезно. Люди, которые проголосовали за Зеленского, у них по меткому выражению депутата от слуг народа Третьяковой должны родиться некачественные дети. Потому что у некачественных родителей, которые проголосовали за Зеленского, скорее всего, и дети будут некачественные. Причем я цитирую сейчас именно депутата от слуг народа, за которого быдло и проголосовало. Смотрите, доверчивое быдло всегда должно быть по имету. От имения доверчивого быдла – это не просто диалектика, это смысл жизни, как история его видит. Когда-то в 1917 году тупорылому доверчивому быдлу большевики сказали, что землю мы отдадим крестьянам, заводы мы отдадим рабочим. Хотя Ленин прекрасно сказал, обожаю его эту цитату, что говорит «мы не настолько наивны, чтобы предполагать, что кухарка сможет упьявлять государством». Слишком сложно для быдла. Для быдла это сократили в быдлопонятную форму. В формулировке для быдла есть такая переработанная уже цитата Ленина, которая является прямой противоположностью Ленина, но тем не менее быдлу она нравится, что «кухарка может упьявлять государством». Вот. Самым главным искусством является кино. Это для быдла. На самом деле Ленин говорил, что по причине безграмотности рабочих и крестьян и их низкого уровня интеллектуального развития на данный момент самым главным из искусств для рабочих и крестьян и пьялитарской массы является цирк и кино. Цирк и кино. А ведь Зеленский в этом прекрасен. Он цирк и кино в одном лице. И когда быдло любит цирк и кино… Ну, простите, кто будет читать античную литературу? Для быдла Вольтер – это компьютерная игра, наверное. Они не понимают. Они не знают, кто такой Фимистокл. Они не подозревают, кто выиграл битву при фермопилах. Они искренне считают, что теорему Пифагора придумал Пифагор. Хотя за тысячу лет до Пифагора. Собственно говоря, найдены таблички с клинописью, которые утверждают, что не он, но быдлу нужна простота. Быдло хочет такого простого, вот как Надя Савченко. А ведь Зеленский – это и есть, по сути, Надя Савченко, только причёсанная. Только не прокуренная, а пронюханная. То есть Зеленский – это пронюханная Надя Савченко. Та была прокуренная, а эта пронюханная. И окружение Зеленского, которое на самом деле правит нами с вами, потому что те клинические идиоты, которые в 19-м году проголосовали за Зеленского в надежде, что Зеленский сможет чем-то управлять – ну, идиоты. Ну, как может пустое место управлять? Вместо пустого места? Хорошее выражение – вместо пустого места. Ведь Ермак – это фактически его погоняло. Погоняло Ермака его позывной. Это мистер вместо пустого места. И когда вы голосуете за пустое место, то вами правит Ермак. Вами правит Арахамия, который вылизывал Петру Алексеевичу все, что торчит наружу. Еще недавно даже пытался его защищать на начальном этапе. Но потом к вам обязательно вернется, если вы на выборах решили, что вместо вас вашу жизнь должен кто-то другой обустраивать, вас без дублеров и вазелина отымеют во все доступные политические отверстия, потому что иначе с быдлом доверчивым, пришедшим на голосование, история приказала не обходиться. Иначе не распоряжаются. Ступорылыми болванами, которые романтически надеялись, что вот кто-то из 95-го квартала целью своей жизни изберет выдавание быдлу каких-то фишек, каких-то приятностей и коврыжек просто на пустом месте. Друзья мои, надо быть клиническим придурком, чтобы думать, что Зеленский будет заботиться о ком-то кроме себя, а тем более его окружении. Он выбрал себе такое окружение, которое даже о Зеленском не заботится. Им начхать и на Зеленского, и на его избирателей. И виноваты в этом избиратели Зеленского. Даже больше, чем сам Зеленский. Поэтому, друзья мои, это очень важно, что мы с вами замещаем с собой свободу слова на вот этих свободных площадках. И очень важно расшарить мой влог своим друзьям, единомышленникам, а особенно тем, кто с вами спорит. Поэтому оставьте лайк, напишите комментарий, перепостите по возможности мой влог, если вы разделяете мою точку зрения. Подпишитесь обязательно на мой канал, а победа будет за нами, потому что за нами не заршавеет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!